Химичная и нафтохимичная промысловость – одна из самых важных галин на чине экономики. Сегодня она объедула 75 предприемств. Вся родных такие буйные вытворчества, которые имеют прописку в нашем регионе, как Гомельский химзавод, Мазырский НПЗ, Беларусь-нафта, Гомель-транснафта-дружба. Нафтохимичная галина для Беларуси относно молодая. Той же Гомельский химзавод, например, был побудованный только в 60-х годах минулого 100 годов. Сегодня ветераны предприемства, узгадываясь, энтузиазм был таким великим, что любые задачи сдавались выражальными, тем больше, что гэтых задач было шмат. И самое главное – забеспечение аграрного сектора удобрениями, что повинно было привести до повеличения урожаю. Еще одна задача, которую удавалось выражать былому директору предприемства Ивану Антохову – экспорт. Да и его гэтым на Гомельском химзаводе никто не занимался. Правда, тогда для экспорта истывали пыльные обмежевания. Нам разрешали 20% на экспорт отдавать. И то только в том случае, если в сельском хозяйстве на этот момент нет средств. А если средства есть, то они должны, мы обязаны были полностью все отдать. Ну а потом, конечно, и колхозы начали немножко обогатеть, урожаи побольше. На урочистом сходе, на годы Дня химика, ветераны и сучастные работники нафтохимичной голены, концертные номеры и церемонии узнагародживания. Нафтохимия – это не просто профессия, это лад життя. У шматкаго, заработников Гомельского химзавода, у працовных книжцы только один запис, и это вельми генерация, як до речи и непосредно заводам, які по выникам минулого года признаны легшим у своем районе, а так само занесены на дошки гонору города и в области. Сегодня предприемство протягивает работу по взмацнению позиций на международном рынку и реализации инвестпроектов, освоению новых видов продукции и модернизации в творчестве. На Гомельском химическом заводе модернизация не прекращается никогда. В прошлом году мы провели модернизацию цеха фосфорной кислоты, что позволило нам увеличить глубину переработки сырья, а также диверсифицировать поставки сырья из Российской Федерации. В настоящее время все наши проекты модернизации направлены на дальнейшее снижение нашей энергозависимости от внешних источников. Мы планируем установить еще один турбоагрегат, который доведет долю собственно вырабатываемой электроэнергии до 75%. Олег Синтеров, Игорь Мариченко, Телерадо и компания Гомель.